9 команд спасателей со всего региона раз в год встречаются, чтобы выяснить, кто лучше всех умеет тушить пожары и помогать потерпевшим. В очередной раз в областном центре прошли состязания по пожарному биатлону. В каждой команде 6 участников – водитель автоцистерны и спасатели. Им предстоит пройти 8 этапов. Самый зрелищный – Змейка. Удивительно наблюдать, как огромная и неповоротливая с виду машина развивает большую скорость и ловко входит в повороты. Штрафные баллы жюри добавляет за сбитые конусы. Есть еще ряд недочетов, которые сказываются на результате. Основное время, за которое мы снижаем баллы – это нарушение техники безопасности. Это самое главное – неправильное обращение с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, с бензоагрегатами, неправильное надевание боевой одежды и снаряжения, неправильное действие в составе команды старших звеньев, газодомозащитников. У спасателей нет времени на тренировки перед соревнованиями. Да они им и не нужны. Каждый будний день – это оттачивание навыков спасения. В реальной жизни, как и на этапах, приходится спасать людей из завалов и тушить возгорание. Вот эти вот все навыки, вот эти боевые, которые мы применяем в работе. То есть это у нас идет и одевание боевой одежды, и вот эта змейка, то есть это профессионализм водителей. Потом у нас идут упражнения с гаси, то есть с бензорезом и с бензопилой. Идет, то есть, подъем, из-под плиты подъем пострадавшего, то есть вот эта эвакуация. И уже непосредственно вот это тушение пожара, вот это сбитие мишени. То есть пожарные наговоры – это дисциплина, которая наиболее полно отвечает работе пожарных. Аналогичные состязания есть и в других регионах. Правда, всероссийских стартов по пожарному биатлону пока не проводят. А жаль, Ивановской области было бы чем похвастаться. Наши спасатели лучшие в ЦФО по скорости прибытия на место ЧП, лучшие по развертыванию, а еще самые эффективные. Мы едем на пожар, допустим, уже мы знаем, что там будет огонь и надо будет работать по тете и все остальное. А здесь у нас мы просто чувствуем, что опасности никакой нету. Ребята знают свою работу, они делают и все. И если эти расчеты на старте соревнований, то это не значит, что регион остался без противопожарной защиты. В спасательных частях дежурят другие бригады и в случае огненной угрозы готовы немедленно выдвинуться. За этот год на территории области из пожаров спасено 290 человек.